наслаждайтесь искусством дома с премиальным брендом бытовой техники кассарты кассарты гармония технологии и стиля если из моего слова не может вырасти дело то его не надо произносить да я звонила всем да я со всеми говорила да многие боялись это будущее нельзя изменить его просто надо пройти и пережить меньше пикселей людей выйдет забудет имя художника на пойдет печь пироги по-другому опа я это делаю а опа этого художника нельзя выставить потому что он феврале писал письмо не первую цензуру делали во франции щекаре верю в цивилизацию несмотря на то что цивилизация со всеми благами накапливает арсенал ядерного оружия я закончил столько сорок пятом году черт повери еще сто лет не прошло это было тихое сопротивление остальные сказали у нас нет врагов на 2007 год деньги падают с неба у них одни коллекционеры и друзья самое интересное впереди и это мой слоган личный и сегодня мне его неудобно произносить все вопросы я могу тебе отвечать работы булатова то то и оно привет это форбсток я антон жилнов приветствую вас наших зрителей и ольгу львовну свивлова мы на вы ну оля да вообще-то и меня зовут оля потому что я не помню ни одного отчества оля свивлова так как легче за рунатор режиссер искусствовед директора мультимедиа арт музея мы преддверии открытия после почти двухлетнего полутора летнего ремонта мы об этом тоже поговорим но я оль хотел тебя спросить я когда готовился я понял что очень давно не видел тебя в паблике то что называется это было ну ты скажешь ремонт или как-то это была позиция просто переждать это было абсолютно честный ремонт все думают что это был концепт за молчание на землова нет то что концепт оль манчет это не это абсолютно как бы до позиция потому что у нас была выставка лет 10-12 назад школы рученко и она называлась замечательно что сказать когда нечего говорить когда нечего говорить что сказать эта позиция у меня была и она есть сейчас исхожу из того что каждое слово во первых она отзовется во вторых слова надо произносить тогда когда из него вырастает дело если из моего слова не может вырасти дело то его не надо произносить я иногда вот брякую что-то а потом есть и блякну то надо делать если мое слово не может что-то изменить то его не надо произносить само слово может быть делом Может, если его произносит великий писатель. Вот я привезла где-то в мае первую порцию рисунков Эрика Булатова для нашей выставки, которую мы открываем 12-го. И Эрик Булатов, как известно, много обращался к поэзии Всеволода Некрасова. И Некрасов поэт, который трудно читаем. Но, как говорит Эрик, это слово звучащее. Эрик, конечно, Некрасову помог. Ну, и, например, фраза «живу» и «вижу» достаточно банальная превратилась в фразу «живу-вижу». И тут даже Некрасов сказал «вау», а я не мог до этого дойти «живу-вижу». У нас выставка называется «живу дальше». Так тоже Эрик помог Некрасову. И у него много рисунков с текстами. И мы ставим эти рисунки в первую очередь. Откуда я знаю куда. Хотелось засветло, но не успелось. И хватит последние. Все не так страшно. Это его последние работы последних лет. Я поняла, что у меня весь музей говорит только словами из работы Эрика Булатова. И ты говоришь этими словами. И я говорю, у меня все на ниточке, все опаздывает. Я говорю, хотелось засветло, но не успелось. Понимаете, вот когда слово великое, оно становится делом. Поэтому моя позиция молчать там, где нечего сказать. Я сегодня с радостью говорю с тобой. Потому что мне есть в чем сказать. Кому-то рассказывать о муках. Вот о спуске в девятый круг ада во время ремонта. А я, как Иван Васильевич, сменивший профессию, полтора года занималась капитальным ремонтом музея, который планировался за три года до закрытия музея. Только мы должны были закрыться не 15 сентября, как мы закрылись, а мы должны были закрыться в январе 23 года. Но так слетел проект, который мы должны были закончить празднование 25-летия музея. Мы сделали дар Центру Помпиду. И была огромная выставка 7 месяцев. И Центр Помпиду постоянно работал с нашими художниками. И это такой конспект истории русского современного искусства, который сегодня в крупнейшем музее мира, в котором крупнейшая коллекция русского модернизма. И мы договорились с Центром Помпиду, что мы это сделаем как аккорд нашего окончания празднования 25-летия музея. Что было логично, потому что работы, которые уехали в Париж, практически в России не показывались. И мы их доставали от художников вообще со всего земного шара. Из Европы, из Америки, я не знаю откуда. И мы продолжали готовить контракт. Даже в марте 22-го года. Но дальше стало понятно, что страховые компании отказываются страховать, что груз и транспортировка становятся невозможными. И я позвонила президенту Центра Помпиду и сказала, слушай, я понимаю, что вы не можете мне сказать нет сейчас. И продолжайте работать над контрактом. Но давайте мы это отложим, потому что просто чисто технически мы этот проект сделать не можем. И тогда мы закрылись на три месяца раньше на планируемый капитальный ремонт. Скажи прямо, вот во время этих двух лет, полутора, когда шел ремонт, ты была этим занята, тебе это помогало справляться с той ситуацией, в которой мы все оказались, когда часть наших общих друзей уезжала, была общая растерянность и остается общая растерянность? Тебя это держало в тонусе, что жизнь не останавливается, и тебе надо что-то делать. Надо делать музей. Я отвечу развернуто. С 25 февраля 22 года до 15 сентября 22 года, когда мы закрылись на ремонт, у нас посещаемость повысилась, а у меня огромная посещаемость, но в 21 году третий музей Европы посещаемость, а у нас маленькое пространство, просто больше людей нельзя вместить. У нас посещаемость повысилась на 74%. 92% наших зрителей – это 18-35%. Они красивые, они хорошие, они имеют право чувствовать и думать, и они должны чувствовать и думать. И я несу за них ответственность, ровно так же, как за команду музея. И при всех условиях, которые происходят, они всегда происходили. Я делала много выставок про Вторую мировую войну. У меня была замечательная выставка, это сфотографии. Наши битвы сталинградской и немецкие, письма наших бойцов с фронта и немцев. И мы нашли свидетельство, они менялись с пластинками. То есть наши брали пластинки, там они в какой-то окоп попадают, и они берут немецкие пластинки и слушают немецких певиц. А те берут наших и слушают наши песни. Понимаешь, вот и они должны брить песни, слушать. И музыка должна звучать. Да, мне не очень удобно проходить и видеть, как там где-то танцуют на столах в некоторых местах, да, босонога. Праздник должен быть, но как бы разный праздник. Он бывает по-разному, он иногда бывает до стервенения. Но то, что культура нужна и нужна особенно, это для меня очевидно. То, что культурная эмбарго абсурдна, это для меня тоже очевидно, потому что вообще у мира не должно быть границ. Но у культуры нет, не было, не должно быть границ. И потом, когда мы закрывались 15 сентября, мы были единственной арт-институцией России, у которой были зарубежные проекты, причем не какие-нибудь, а да, это заслуженные артисты, это звезды. До 22 мая у меня 18 проектов звезд современного искусства стояло в рамках проекта «Искусство будущего». Да, я звонила всем, да, я со всеми говорила. Да, многие боялись. То есть мне пишут, что мы никогда не встречали такого профессионального и такого теплого приема, мы никогда не видели такой публики. Но вот что делать? На нас давят художники-друзья в чатах, и что будет? Как это будет увидено на Американ-Арт-Сен? Я говорю, вы знаете, если вы есть на Американ-Арт-Сен, то вы там будете. Если вас там нет, то вас там не будет. Если вы овцы и бараны, то вы будете слушать, что говорят в чатах. Я не читаю чаты. У меня был Инстаграм, да, он был большой, но я... Ты закрыла его? Он не закрыт, но я за это время несколько написала, несколько некрологов, но великим художником. И больше я не писала, потому что я не знаю, о чем говорить, когда нечего сказать. Сегодня у нас появились выставки, я буду говорить. Но музей не молчал. У нас... Наша служба работала во всех социальных сетях. И за год, я не имею в виду полтора, это мы снимали за последний год, статистику. При закрытом музее у нас больше миллиарда охват. Значит, это кому-то нужно. И сейчас, я думаю, будет еще больше. Будете рейтингом. Я надеюсь, потому что мы говорим о том, что, ну, как бы лучшие новости, потому что культура реально нужна. И сейчас мы открываемся, у нас опять молодые итальянские художники, у нас, конечно, шедевры мировой моды и стиля, и да, это из частной коллекции, это фонд Стиллард, который в прошлом году, ему исполнилось пять лет, но у нас и Ньютон, и Аведон, и Линберг, и Лейбовец, ну, вот все. И мы так будем работать. По поводу, да, пластинок, о которых ты сказал о советско-немецких, и про культуру, я вспомнил про слово пацана, по обе стороны окопов смотрели сериалы и украинцы, и русские с телефонов. Это известный уже феномен. Абсолютно. Потому что, вот, или мы должны перестать жить, я бы перестала, если бы это что-то изменило. Но я не уверена. Опять-таки, я готова на любое слово и на любое действие, если я вижу его результат. А если я не вижу результат, то что болтать? Да, это не моя прочесть, а болтать. Мне, вот, как бы, мне кажется, что тем, кому понятно, тем понятно, тем, кому непонятно, тем непонятно. но я знаю, что я, вот, ответственна за зрителей, прежде всего, и я ответственна за команду, и я ответственна за школу, школу тоже сохранила работу. И все эти студенты, наши родчинки, они благодарны, потому что они учатся, потому что у них есть среда, потому что они имеют возможность думать о будущем. Конечно, тревожное. У нас слоган, мы его ставили в 25-летие в музее, самое интересное впереди. И это мой слоган личный. И сегодня мне его неудобно произносить. Но все равно этот впереди есть. И живу дальше, Эрика Булатова, это не случайное название. Я читал как раз интервью к 90-летию Булатова, и Сидельникова, критик из «Коммерсанта», очень хорошо сформулировала, говоря с Булатовым, о том, что то, что вот художники неофициальные, они всегда, ну, делили свою жизнь на периоды, в силу исторических процессов, там, до Сталина, после, до перестройки, после, до эмиграции, после эмиграции. Ну, и жизнь все время делилась на какие-то периоды. Понятно, что ты другого покоряна. И шесть взятиков, те, кто не уехал в эмиграцию, кроме, ну, как бы, из тех, которые здесь остались и дожили до перестройки. Те, кто дожили до перестройки, они уже уехали. Уехали в 89-м, да. Как и Булатов, который мечтает быть здесь, и как и его рисунок, знаменитый, да, вот с одной стороны сено, а с другой стороны межква река. Да, да. Они остались жить, но те, кто уехали до этого, в 70-е годы, многие из них или вернулись, или возвращаются, и делают выставки здесь. Ты свою жизнь делишь на какие-то периоды вот для тебя от, до, от, до, или нет? Нет, я делю, потому что моя жизнь происходила при разных сезонах. Я-то родилась через три месяца после смерти Сталина, в 53-й год. Да, так я не боюсь сказать, когда родилась. И, соответственно, мое детство – это хрущевская утепель, юность – это застой, потом – это перестройка, потом – это новая Россия, потом – нынешняя реальность. Я просто понимаю, что сейчас почки появились на деревьях, весна придет, она всегда приходит, и всегда жизнь будет продолжаться. Пока. Она продолжается. Поэтому, как в каждом периоде, ты остаешься сам собой, ты остаешься человеком. У тебя есть больше возможностей работать публично или меньше. Например, наша юность – это, ну, правда, я работала 6 лет норником, еще мыла полы в 12-ти этажках в Измайлово, еще сдавала кровь, еще работала почтальон. Но главное, я все работы любила. Нельзя было работать для социума. Да, понятно. Потому что это был абсурд. Я устроилась, у меня красный диплом, у меня аспирантура, диссертация. Но работать в советском не было абсурдно. Ты приходишь и пьешь чай, и пишешь стратегическую программу. Я прихожу, там сидят умные, в общем, приятные во всех отношениях мужчины в секторе моем. Сидят. Я говорю, и что делали год назад? Писали стратегическую программу. Я говорю, а 5 лет назад? Мне тоже писали. И 10 тоже самое. Я не могу писать так. Я человек практического действия. И я пытаюсь думать о том, как мое слово отзовется. И, безусловно, что если есть время, когда лучше бы вести улицу, слушай, это отличное время было, потому что это фитнес. Но при этом ты не думаешь, что это в моей позапрошлой жизни, это в моей прошлой жизни. У меня вообще нет времени на ностальгию. Безусловно, да, когда мы были молодые, турики были чище, птицы пели громче, я исхожу из того, что жизнь всегда права. И в этой жизни ты остаешься сам собой и должен делать то, что с твоей точки зрения, даже если это наша иллюзия, должно принести какой-то результат. У меня есть иллюзия, что то, что делает музей, это кому-то нужно. Это моя иллюзия. Но пока она у меня есть, я это делаю. Небольшие дела лучше начинать с понедельника, лучше начинать с понедельника, а глобально и весной, когда помогает сама природа. Вместе с почками и цветами распускается вдохновение, а деловой дух пробуждается после зимнего сна. Отличное время, чтобы направить свежую энергию в русло предпринимательства и запустить свой первый или еще один бизнес на маркетплейсе. При регистрации на мегамаркете до 31 мая всем новым продавцам будет доступна минимальная комиссия за продажи. Всего 1% в течение трех месяцев. А еще мегамаркет предоставит новым продавцам такие бонусы, как 15 тысяч бонусных рублей, которые можно потратить на продвижение на маркетплейсе, и в придачу активирует 15% повышенного кэшбэка на товары. Следует поторопиться. Количество запросов на покупку любых товаров стремительно растет. У маркетплейса уже более 40 тысяч уникальных пользователей в месяц, а количество ваших потенциальных клиентов колоссально. 106 миллионов розничных клиентов Сбербанка, которые одним кликом могут перейти на платформу мегамаркета, а еще более 77 миллионов участников программы Сберспасибо, которые с удовольствием тратят на покупки свои бонусные рубли, и более 10 миллионов подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс. Впервые на платформе не переживайте. По доброй традиции мегамаркета о всех нюансах интернет-торговли вам расскажет ваш персональный менеджер, которого вам предоставят на старте. Все подробности об уникальных возможностях платформы для бизнеса узнаете, пройдя по ссылке в описании к этому видео или по QR-коду на экране. Подключайтесь, как продавец и растите вместе с мегамаркетом. Поскольку ты ассоциируешься невероятно для огромного числа людей с Москвой, Москвой, которую мы знаем в разные периоды, и 90-х, и нулевых, и мы помним, первый модный стиль фотографий я лично помню. Я помню это бурление города. Ой, ты можешь смеяться, у меня там стоит два уникальных плаката. Я таки сохранила, я вообще думаю, я все могу поменять. А я, по-моему, и видел. В последнюю минуту я могу все поменять, если это нужно, потому что все, что ты делаешь, должно как-то быть релевантно погоди, атмосфере, звуком, тому, что происходит. Так-так, просто так вне контекста мы не живем. На мне есть два плаката уникальных подписанных Хельмитом Ньютном. За несколько месяцев до его смерти это моя третья выставка Хельмитом Ньютном, он приехал. У меня есть плакат подписан и они все в единственном экземпляре. Как, скажи, изменился город сегодня? Вот ты ходишь по Москве, ты работаешь здесь, ты осталась здесь, ты делаешь большое дело, открываешь музей. Просто про ощущение города. Мы помним его все-таки в другом настроении, когда город бурлил, сейчас ощущение это ушло. Как ты сейчас воспринимаешь Москву? Антон, во-первых, Москва любимый город. Я в нем родилась. Я в нем жила в коммуналке на улице Ульянов, и мне это нравилось. И я ходила с бабушкой гулять в Андроников монастырь, где замечательный музей икон. Да, конечно. И до сих пор, когда мне совсем плохо, я туда ухожу, я могу летом просто там на лужайке лечь и смотреть небо. И помню, как я с горок каталась, и родители волновались, потому что мы съезжали прямо к Яузе, прямо где машины ездили. Я очень люблю этот город. Я непрерывно езжу, я продолжаю ездить. Во-первых, я продолжаю смотреть. Во-вторых, я продолжаю общаться. Но когда ты 40 лет в профессии, то у тебя есть какой-то фул, да, друзей старых, новых, которые приходят. И ты должен продолжать и коммуникацию, и мировую коммуникацию тоже. Потому что это важно. И я смотрю, что происходит. Конечно, везде. Но мне нравится Москва, я возвращаюсь сюда всегда абсолютно счастливой. Вот я возвращаюсь, мне хорошо. во-вторых, это чисто, во-вторых, это красиво, в-третьих, 10 лет. Насколько твоя Москва после 24 февраля личная Москва опустела? Это не только друзья, это и гараж закрыт, точнее открыт, как образовательный центр, но выставок нет. Больших международных проектов, кроме твоего открытия, тоже уже давно, после выставки Морозовых, Пушинском не случалось. Чего-то нет, это страшно, обидно, и это пустота. Твои какие потери в этой новой Москве? Ну, как мои, но все понимают, куда мы ходили в театр, куда мы ходили на выставки, какое кино мы любим. Но так или иначе, ты же на связи с этим миром. Знаешь, у меня есть много друзей. С кем-то из друзей я не общаюсь десятилетиями, но они живут во мне. И ты можешь через 15-20 лет позвонить, сказать привет. Это как будто вы вчера расстались. И, безусловно, мне нужны художественные впечатления. Но надо сказать, что когда я в Париже последний раз была, мне первый раз понравилось три выставки в центре Пампедо за два с половиной года. Вот я прям рада была, потому что я от выставок, я все-таки от искусства беру энергию. У всех разные ресурсы. Кому-то поесть, кому-то выйти. Ну, в Москве же их мало стало катастрофически. Ну, как-то и стало, но я все равно что-то хорошее вижу и потрясающее вижу. Гриша Бродкина видела проект, который меня потряс. Ну, наверное, так меня... Слушай, я столько вижу. Я обязана смотреть. Это моя профессия. И я это люблю делать. Я это делала, будучи студентом биофака, учащаясь в математической школе, учащаясь на психфаке. Я это делала до того, как я получила достаточно неожиданно для самой себя. Да, я решила, что я буду делать музей. Это было достаточно неожиданно для меня самой. Просто вот не хватало, надо сделать. Это как вот... Если грязная посуда, надо помыть. Если есть пустое место, и ты понимаешь, что здесь должно вырасти, надо сделать. Для меня это просто воздух. Да, кто-то в горы едет, а мне нужны художественные впечатления. И, наверное, сильнее всего на меня искусство произвело впечатление, когда в 83-м году, не зная, что я иду к Илье Кабаковой в мастерскую, Иосиф Бакштейн меня вел куда-то. И мы приходим к Илье, и он мне начинает показывать свои альбомы, потом коммунальную кухню. Я понятия не имею, куда делся Иосиф Бакштейн, но он всегда, светлая ему память, он всегда ложился рано спать. А я помню, что я вышла из мастерской Кабаковой на рассвете. Вот в этот самый родной город Москва вышла, смотрю вокруг. А весна, там май, потрясающе святая трана. И вот я вижу, 65% Москвы стало Кабаковой щитной. Просто покрылась концептуальной сеткой. Я ее увидела по-другому. Остальное осталось, как было. И вот я увидела проект несколько дней назад Гриши Брускина, и со мной второй раз в жизни случился вот такой глубокий катарсис. У этого слова, как бы твой Аристотель определил, там вот не прибавить, не убавить, да, это объяснить нельзя. Я не знаю, кого я только не видела, кто мне только не нравился. Да, я знаю, что я делала одну, я совершила одну ошибку профессиональную. Я не взяла бы скубей именно Хёрст, где вот эта вот цветущая сакура. Мы делали его коллекцию, а у него потрясающая коллекция, музейная, и показывали его работу. Это было там несколько лет назад, лет 8 назад, может быть, может меньше. И ему понравилось, как это было сделано. И мне во время ковида на телефон моя приятница пишет, что Хёрст готов как бы дать выступку, еще и заплатить за транспорт. И вот мне предлагает. Я смотрю на маленьком экране маленького телефона. Ковид, тебя совершенно замучили эти зумы. Я так, брррр. Смотрю, какой-то Хёрст занялся рисованием Катисакура. Я думаю, ну так, у всех мозги поехали во время ковида. Но я вежливо отвечаю как директор музея, что у меня планы. Пока мы не открылись, что чистая правда. Как известно, все планы можно переменить, если нужно. Ну вот мы рассмотрим, однажды, то есть такой вежливый отказ по-русски называется. А когда у меня увидела этот проект в фонде Картия в Париже, это было тоже неизбываемо. Это вообще не можешь понять, почему у тебя окружилась глава Эрона, три переходила. Я запросила этот проект, но в этот момент фонд Картия был уже оператором и стоил этот проект больше двух миллионов евро, у меня этих денег не было. Я до сих пор жалею. Но, понимаешь, вот ветви сакуры, ветви сакуры, я помню это впечатление. Но то, что я увидела у Гриша, это было всего несколько дней назад, меня потрясло. Я ничего подобного не видела за последнее время ни в Италии, ни во Франции, нигде, я боюсь, что не увижу. Поэтому здесь тоже что-то происходит. Есть вытаски лучше, есть вытаски хуже, есть спектакли, которые тебя трогают до слез, есть кино, которое мне нравится. Скажи, вот ты упомянула, что Москва стала Кабаковской, вдруг когда-то спустилась в 5 утра от Ильи. Это 83 год. 83 год из мастерской. Сейчас, мое ощущение, она тоже часто становится Кабаковской, и не только там в кухонных диалогах, в доносах, которые снова друг на друга пишут. Печатными буквами пишут, доносы. Это Саша Еременко, великий русский поэр. Да, да, да. Вот скажи, у тебя вот эта терминология, нет ли у тебя дежавю? Потому что все, что мы знаем, когда говорим о конспектуалистах, неофициальной жизни, официальной художнике, да, которые под цензурой не выставляются, что сейчас, в общем, тоже этот сюжет их повторяет с вашей глазами. Послушай, Антон, я же тебе сказала, я думаю, что жизнь это как сезонные циклы. Если у тебя есть разум, мудрость, аналитические способности и умение читать художественные тексты, видишь вперед. И тогда то, что происходит, не является тем, что снег нагло упал. Понимаешь, я где-то там, наверное, в 2006 году делаю выставку. Она построена как спираль. Отец-фотограф снимал Хрущевскую оттепель, отец и сын снимали застой, и сын снимал перестройку. Я вот так эту улитку загнула туда, потому что из этого следовало, что история повторяется. она не повторяется точно, она спираль. И что в какой-то момент какие-то круги нужно проходить. Вот они неизбежны. Это 2006 год, прикинь. Так. Я делала выставку луч фонтана и это было сколько? Года четыре назад. Почему показывала луч фонтан? Именно в это время. Это был тяжелый проект, потому что у него надо было найти деньги, это стоило больше миллиона евро, а для нашего нищего музея это. А то, ходить вот так любому директору музея, и мне в том числе и прежде всего, мне это крайне неприятно. Потому что мне было очень важно, что через дыры фонтана и прорези фонтана можно глядеть вперед. Вот чуть дальше носа. Собственно, фонтан интересовал тема космоса, тема космос-вечность. Мне казалось, что людям надо немножечко посмотреть дальше носа, и слова поэта нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Все-таки желательно попробовать. И я понимала, что ничего изменить нельзя. Это было тихое сопротивление. Иногда это единственное, что ты можешь сделать, но это очень важно. И я понимала, что лучший фонтан не изменит того, что грядет. Но то, что грядет что-то неприятное, было понятно. Поэтому, когда случилось то, куда мы подошли, для меня это не было чем-то, чего я не ждала. Слушай, я анализирую искусство, предсказала первый путь, это фильм в поисках счастливого конца, кризис 2008 года, очень многое, понимаешь. Я просто анализирую искусство. Искусство – это барометр. И это будущее нельзя изменить тебе, лично. Его просто надо пройти и пережить. Но есть иллюзия, что если ты его видишь, то ты можешь немножко подготовиться подготовиться и как-то свою стратегию личную выработать. Да, у нас есть хранение музея работы Браткова. Уехать – забыть. Поскольку я знаю историю всех уехавших, начиная с начала XX века, то это не так просто. И вопрос до какой степени эффективно. я понимаю, что у каждого человека личные обстоятельства. Но забыть я не могу. Я довольно хорошо знаю историю. Если практический совет молодому художнику или фотографу, который бы тебе пришел, ну вот выдающийся Дмитрий Марков, умерший недавно. Я не могу себе представить площадку в Москве, на которой можно было сегодня Димины выставки показать. Хотя там нет прямой политики. Там Россия. Так что сказать площадку? Условно говоря, как быть сегодня художником? Жить. 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 Ему не... Жить дальше. Так как жил Кабаков, так как жил Булатов, так как жил Интелектий, так как жил Штейнберг. Люди, которые знали вообще, у них просто надежды не было, что это в будущем будет показано. И которые так жили, вот так прикинь, они начинают творить где-то в 60-х. Ну вот как бы, если мы берем начало 60-х до 88-го года, когда начинают легализоваться эти работы, это 25 лет, четверть века. Они жили, они творили, и они нам сказали все, что важно было вчера, сегодня, будет важно завтра. и я не люблю искусство, которое отвлекается вот на здесь сейчас слоганами, потому что слоганы и мемы бывают очень актуальны и очень хороши, но они забываются, когда уходит реалия, и уходит та горячая. мы живем в мире горячих новостей, и когда я в центре Пампиду показывала замечательную работу Сережи Мироненко, «Правда выше правды», красный просто квадрат там написано, «Правда выше правды». Но для нашего поколения в 80-е годы, которая знала, что такое газета «Правда», вот как «Правда скажет, так и будет», это была важная работа, она и пластически сильная, и метафора читалась тут же. А вот я кому это объясню, во Франции никто не знает газету «Правда», но и сегодня среди молодых людей кто знает, что была газета «Правда», ее нет, понимаешь, нет, она забыта. Поэтому, когда мем отвечает на события, это очень важно для актуальной жизни. Но мне важнее искусство, которое вот можно было смотреть вчера, можно смотреть сегодня, можно будет смотреть завтра, и его можно мысленным экспериментом отнести куда-нибудь там века два назад. И оно тоже будет смотреться, понимаешь? Если ты не можешь не творить, ты будешь творить при всех условиях. А то, что ты не можешь этим зарабатывать, ну так пардон, даже в лучшие времена, во всех историях, да, в Америке замечательный арт-рынок, он самый большой в мире, это все знают, сегодня китайский появляется такой же, да, сравнимый по объему. Но меньше пикселей художников зарабатывают своей профессии, деньги, потому что между творчеством и продажей рукописи в Доховении не продается, а рукопись можно и желательно продать. Все остальные работают, кто-то преподает, кто-то работает дизайнером, кто-то еще кем-то. Скажи, есть мнение, что круто жить и сегодня в учебнике истории, потому что время такое, много всего происходит, интересное, мы свидетели, да, мы описываем, хроникальные кадры и так далее. Как ты считаешь, для искусства это вот такие потрясения, они тоже крутой толчок для художников, для фотографов, или это скорее сбивает оптику? Ты знаешь, я пыталась сделать проект про 68-й год, ну, был юбилей. Да, да. Про 68-й год что-то важное, почти мистически, во всех концах мира что-то произошло и везде по-разному. Мексика, Бразилия, Франция, Германия, Чехословакия, везде что-то произошло. И вот я искала искусство и я нашла три произведения, в которых можно было бы прочитать как, ну, какую-то метафору того, что случилось, потому что везде были потрясения, но они были совершенно разные, просто трясло мир, вот как бывает тайфун, и он затрагивает очень большую часть там, света. И я говорила потом с директором центра, ну, иду Бернаром Тестеном, я говорю, а ты делаешь что-то на 68-й год, может, тебя есть и делать? Нет. У нас остались транспаранты студенческие. Говорит, нам было много того, что сегодня можно назвать мемы, да, с чем они там вот ходили на баррикады в Париже в 68-м году на искусство. Он говорит, нет, потому что искусство, настоящее большое искусство в 68-м году ни на что не отозвалось. Кто-то побежал на баррикады, кто-то убежал от баррикад, все вели себя по-разному. Но рефлексия начинается позже. Понимаешь, она позже начинается. Вот искусство это не то, что у тебя реагирует вот здесь и сейчас. То есть оно реагирует. Вопрос, сколько это будет жить. Например, Марков скончался, но он и до этого не везде мог быть представлен. И он прекрасный фотограф, безусловно. Снимать он мог, выставляться, ну, наверное, ему было бы сложно и вчера, и сегодня точно. Ну, думаю, невозможно сегодня. как из этого, ничего страшного. Нет. Понимаешь? Это называется живем дальше. Есть вещи, которые можно изменить. Все, что можно изменить, я пытаюсь. Но есть ситуации, в которых я говорю, я не волшебник. Я вот сделала все, что я могла. Для себя я чиста. Потому что все, что я могу сделать и помочь, и для этого не надо кричать, ты делаешь. Иногда получается, иногда не очень. В те времена надо это пережить и понимать, до какой степени. Сегодня все остро со всех сторон. Остро, болезненно. В этот момент как бы корабль выбирает какой-то путь, при котором музей – это общее поле. И на нем мголкам всем. В надежде, что меньше пикселей людей. выйдет, забудет имя художника, но пойдет печь пироги. По-другому. Просто человеку захочется прийти и жить. Выбирая свой путь, свой путь в сложных обстоятельствах. Иначе не бывает. Так всегда была история цивилизации. Я вообще говорю, верю в цивилизацию, несмотря на то, что цивилизация со всеми благами накапливает арсенал ядерного оружия. Жизнь такая, какая есть. Ее столько, сколько есть. Это просто должно быть честно. Потому что нельзя всем помочь. Меня крестили, мне было уже, наверное, ну, 20-21. Пришел чудесный батюшка, композитор, бывший, какой-то интеллигентный. Я говорю, как-то вот мы опаздываем на самолет. Он говорит, три вопроса, которые у вас есть. У меня было три вопроса. Один из них был, если ты хочешь всем помочь, а не можешь, это тебя мысль мучает. А он мне сказал замечательную фразу, я ее запомнила. Он сказал, это гордынь. А гордынь, это грех. Ты просто помогаешь там, где ты помогаешь. Вот это ты должен сделать. Все. И надо жить, понимая, что по ночам тебя мучат мысли. Ну, так они всегда мысли мучат. Как ты думаешь, вот открываясь тем более Булатовым и тем более для молодых зрителей, которые придут к тебе на выставку Булатова, будет ли для них по-новому открыт или впервые открыт Булатов еще как супер для них актуальный художник? Эти художники сегодня получают второе дыхание, потому что все, о чем они думали и что они несли, во многом с нами повторяются. То есть мы как будто в их инсталляцию вошли. Это безусловно. Так они великие художники. И более того, это не сегодня повторяется, если бы в 70-е годы французы увидели праздники Кабакова или работая, да, вот этот блок рисунков Булатова «Откуда я знаю куда?» Да, да, да. Но мне интересно, умные люди не задают себе вопрос такой, откуда я знаю куда? Я все время задаю, я всю жизнь его задаю. Ну, я думаю, что они тоже над этим задумаются. Это вообще метафизический вопрос, экзистенциальный. Кто-то, кто сможет, это откроет. А сегодня это особенно важно. Откуда я знаю куда? То-то и оно. Вот на все вопросы я могу тебе отвечать работой Булатова. То-то и оно. Я думаю, я думаю, что те, кто смогут, те откроют. Но вообще не все люди обладают золотым ключиком общаться с искусством. Это же символический объект. И общаясь с искусством, ты сам с собой общаешься. У нас чудесные экскурсоводы, я регулярно вожу экскурсии. Наша задача читать ключик. Но тот, кто возьмет, тот откроет дверь. Скажи, вот красный Булатовский горизонт, он про то, что горизонт всегда должен быть виден. Он про то, что периодически горизонт закрыт. Я про твой горизонт хочу спросить вот сегодня. Он какой? Ты знаешь, страшная вещь. Вот самая трудная, да, это то, что, как я уже сказал, при казалось бы хаотичности, я совершенно не понимаю, как можно плана музея построить вот железно месяц за месяц, неделя за неделей, там на три года, как это требуется, например, в центре, там, в музее в Париже. В Париже музей собирает, да, планы на три года вперед. Естественно, их все меняют. Но я, конечно, пишу для отчетов эти планы. Им нельзя следовать, потому что, если ты запланировал сегодня и поставил выстку, и через три года мир изменился, то она будет в никуда, она провалится, в вакуум. Ты все-таки все время слышишь вот этот гул, да, вокруг. Ты прислушиваешься, и ты понимаешь, нет, вот в этот момент надо вот это сделать. И ты меняешь это. Но все-таки я планирую. Я планирую прямо не на три года. Я на десять лет планирую. Я на двадцать лет планирую. Я вещи обожаю свои. И я покупаю их вот двадцать лет назад. И я понимаю, что я покупаю навсегда. Я не покупаю на один день. Это моя кожа становится. Их мало. Но ты думаешь о том, как ты в них живешь. Я планирую надолго. И у меня обычно планы вот как бы написаны одни, а вот здесь где-то, вот здесь. И еще по равным записям написано куча всего вот этих резервуаров, заполненных разными проектами, которым я могу обратиться. Сегодня могу завтра. Иногда я жду делать выставку суперзвездного художника. Я могу ждать пять лет, семь лет, десять лет. Мне нужно, чтобы она встала тогда, когда она выстрелит. И ужас в сегодняшней ситуации, что делать долгие планы нельзя. Вот это самое страшное. Потому что жить... Это балаломка у тебя вот с этим... Так она и происходит все время. Потому что чисто бессознательный рефлекс. Да, это вот в эту копилочку, это на сегодня, это на завтра, это на послезавтра. И это все перестало иметь значение. А как? Да, я допланировала выставку с великим Шоном Скалли, причем Шон Скалли абстрактный. А мы придумали, он сделал серию абсолютно фигуративную с оружием и про своего сына, которого он любит больше всего, потому что они на него по типу, и вот этот сын, этот цвет покушек. Вот детство и оружие, да, и мы ее придумали в начале 21-го года. Секунь до сих пор ее хочет меня показать, а я как транспорт сделаю, я как страховку сделаю. Я не могу и такого огромного количества, и это ужасно мешает, потому что я никогда не ездила просто, чтобы смотреть, я плохо понимаю, что такое каникулы, что такое вот даже культурный туризм. я езжу, у меня всегда инстинкт сделать, но я здесь тоже вижу какие-то проекты, опа, я это делаю, а опа, этого художника нельзя выставить, потому что он в феврале подписал письмо, и это в февраль, а его до сих пор нельзя выставлять на публичной площадке, даже если я не затрачиваю ни капли средств. Но это правило, это рамка, или я говорю, окей, мне рамки ставят, я тут гордая, я ушла, но хорошо ушла, не будет других выставок, которые можно делать, или я буду работать и понимать, да вот у меня рамки сегодня такие, только у меня такие рамки были в 70-х, не надо меня пугать. А где этот компромисс заканчивается, ты сама задавала себе этот вопрос не отчетно? А компромисс заканчивается тогда, когда у тебя, знаешь, вот говоря с искусством, ты говоришь сам собой, если ты относительно честно говоришь собой, то ты знаешь то, что можно и что нельзя. И это настолько ясно, что... Ну вот что для тебя нельзя? Райкин нам в интервью говорил, что он тоже идет, как любой человек, который работает сегодня, идет на компромисс, конечно. У меня коллеги на такие компромиссы идут, да, в зарубежных музеях, что я тебе сказать не могу, я же больше знаю кухню. Прости, мне первую цензуру делали во Франции, а в 2007 году мне сказали, я сказала, что я хочу делать виску, у меня после моего павильона на венецианской мейнале, а он был успешный, реально, меня везде приглашают курировать, меня приглашают бас-музей в Майами, это крупнейший музей, и причем они мне дают такое лакомое время, это день открытия Майами Базили, и то есть тебе не надо никого приглашать, у тебя весь мир приехал, ну конечно, нельзя не использовать это, я говорю, а что вы хотите, чтобы я сделал, они говорят, open hand, вот что вы хотите, нам так понравилось делать, я говорю, отлично, у меня академическая тема образ врага, а мне прям ударило в 2007 году, в мае, что надо сделать выставку с академическим названием образ врага, но бывает же образ женщины в искусстве, бывает образ природы в искусстве, но вот образ врага, я даже помню день, час, мы сидим на вензаводе, а я понимаю, что я должна сделать виск образ врага, и я обращаюсь к пяти художникам, один из них сделал мне работу, остальные сказали, ой, у нас нет врагов, в 2007 год деньги падают с неба, у них одни коллекционеры и друзья, а у меня образ врага, потому что я понимала, что это вечная стратегия, вечная, да, дети играют в войнушку, играли в нее, я думаю, много веков назад, да, и много тысячелетий назад, страны так жили всегда, я понимаю, что это будет, а у нас-то мы это пережили, Иван Грозный, уходя в опричнину, он не просто использовал эту стратегию, он ее отрефлексировал, это же колоссальные теоретические записи Ивана Грозного, он же был великий политик, он еще и теоретизировал, что он делает, да, он рефлексировал, а Сталин, вся страна с 30-х годов, 20 лет, да, ну в 30-е годы это просто окрепло, и до 53-го года живет с образом, образ врага внутреннего, внешнего, который регулирует вообще всю жизнь страны, вот так вот, от личного пространства каждого до нашей геополитики, да, так случилось, и Вторую войну, Мерху и пережили, великую отечественную, все, это рефлексированная стратегия, и я понимаю, а 2007 год все хорошо, я понимаю, что это станет снова мировой стратегией, но мы сегодня где? Мы именно там. Свой-чужой? Да ладно, свой-чужой, это просто образ врага, это сегодня уже в государственных доктринах каждой страны сказано, да, кто свой, кто чужой, кто враг. И я, конечно, в Майами говорю, оп, я сделаю образ врага, мне говорят, вы знаете, у нас скоро выборы, ну, конечно, скорее всего, победит Обама, я говорю, ну, вы знаете, это же цензура, если вы мне говорите, что вот перед выборами вашими нельзя, образ врага, академическая тема, они говорят, ну, вы знаете, даже если победит Обама, можно все-таки без образа врага? я говорю, можно, я им сделала Russian Dreams, ход Russian Dreams я им сделала, и потом они у меня не хотели АЕС плюс Ф брать, и говорили, не заменю ли я это, а мне хотелось проект сделать с месседжем, и месседж, который был тогда на Russian Dreams, это все, что мы сегодня видим, и поскольку, поскольку на свете правды нет, то не надо мне рассказывать, где лучше, где хуже, если бы был острый, везение какой-то особый, где особые пальмы, и нет образа врага, я бы его нашла. С учетом твоих отношений с Францией, вот когда все началось, ну, когда там наши общие многие друзья уехали, у тебя были мысли тоже переехать, уехать, это первое, и второе, меня Саша Баунов поразил одной мыслью, который сказал в интервью, что в краткосрочной перспективе всегда побеждает власть, и мы это видим в борьбе с культурой, со свободой, с художниками, а долгосрочный всегда художник. Согласны ли ты с этим тезисом? Ну, во-первых, не всякий художник побеждает. Ну, большой художник. Очень большой, а их очень мало. Очень больших, очень мало во все времена. Мысли уехать у меня не было никогда, и сейчас нет. Но я предполагаю, что, ну, жизнь – это жизнь, и, как известно, не зарекайся. Но я хочу жить здесь. Я знаю историю всех уехавших. Давно. И тем более уехавших из нашей страны. Мы плохо прививаемся. Плохо. Просто плохо прорастаем. Я не хочу жить там, где меня раздражает. Знаешь, свое не раздражает. Это как в своей семье люди иногда ходят утром, мягко говоря, в неглиже. И это нормально, это родно. И ты знаешь, как свести что-то, чем-то, да, там, как ребенка лохматого причесать. Вот когда ты приходишь в чужой дом, то это чужой дом. Но при этом для тебя же мир не чужой дом. Опять же, учитывая французский язык, работу во Франции и с французами. Это моя культура. Это мой язык. Когда я долгое время нахожусь вне своего языка и своего места, мне начинают сниться сны или на английском, или на французском. На английском это вообще катастрофа, потому что у меня совсем бедный словарный запас. Но и на французском это тоже не очень хорошо. Потому что я мыслю словами. Я живу словами. И я живу пониманием исторического контекста. И я хорошо знаю историю. Я ни в одной стране и ни в одном мире не буду чувствовать себя уговененной до конца. Потому что даже, чтобы разобраться в том, что было во Франции во время Второй мировой войны, мне понадобилось сделать проект, который для меня, кстати, был невероятно значимым. Но к 2000 году я открыла выставку, в которой я показывала архивы всех стран участниц Второй мировой войны. Скажи мне, сколько этих стран было? Их было 64 или 68. Я сейчас боюсь ошибиться. Но их было больше 60. Это меня потрясло. Я всегда хорошо училась. Я могу бетву под Сталинградом или блокаду Ленинграда или бетву под Москвой рассказать по дням. Понятия не имело, что происходило во Франции. И в 98 году я делаю проект. И один из слушателей говорит, слушайте, а у меня там глава, посвященная как раз войны. И мне говорят, а что правда, что Вторая мировая война была в России? Я говорю, ну да, но думаю, ну, всегда бывает, приходит человек неподготовленный, ну, совсем ничего не знает. И тут второй раз меня спрашивают. И тут я себе задала вопрос. А что я знаю о Второй мировой войне во Франции, кроме того, что я в детстве видела фильм про Нормандию Неман. И я придумала проект. И два года я его делала. Я объехала весь мир. Я собрала все архивы. Норвегия, Африка, Азия, я не знаю, все. И самое интересное, что тема, мы это показывали в Новом Манеже, у нас потом Европейский Совет продлил эту выстоку и весь приехал на эту выстоку. Я думаю, это был первый раз. Я думаю, что это никогда больше не сделают. Никто этого не сделает. Вот у каждой страны своя война. Это первое. Второе. Итоги этой войны, они меняются. И это правда. И ты ничего не сделаешь. Потому что, например, показывая архивы Норвегии в 98-м году, я думаю, что если я буду показывать в 2020, в каком-нибудь там, в 2058-м, им это по-другому звучать. Но когда мы положили эти архивы, темы во время войны одинаковые. Неважно, в какой коалиции, какая страна. Дети на войне, женщины на войне, руины, которые ты вообще одни от других не отличаешь. Борьба с коллаборационизмом, культура на войне, артисты, которые нужны солдатам, все одинаково. Понимаешь, а это вот просто, я не знала, что эта война была такой в Африке, такой там. Это был колоссальный опыт. Вот как могло возникнуть, что весь мир оказался во что-то втянут. Это вчера. Это вчера было. Это закончилось только в 45-м году. Черт поверь, еще сто лет не прошло. Это будет возникать. Это будет возникать, и получается, что никакие институции в виде романов, книг, картин, они на самом деле никак мир не улучшают? Я думаю, что искусство дает некоторым людям, довольно большому количеству людей, оно дает силы жить. Жить дальше. Но не менять мир. Но искусство не спасет мир. Но без него жить в этом мире будет совсем невыносимо очень большому количеству людей. Вот и все. Последняя про художника, который, большой художник, который всегда побеждает власть, но в долгосрочной перспективе. Конечно, Шестакович победит все режимы и у нас, и не у нас. Конечно, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Если бы мы не видели искусство Древней Греции, в которое художник был всего лишь ремесленник, он только-только выделяется. Если бы мы не знали химер собора Парижской Богоматери, если бы мы не видели Покрова на Нерли, если бы мы не видели Тьяпла или Тинторета, если бы мы не видели Троицу Ублева. Или если бы мы не читали Солженицева. А ты знаешь, если бы мы не читали Томаса Мана, если бы мы не читали Платонова, если бы мы не читали, мы можем бесконечно говорить, то мы бы просто не могли жить. Поэтому искусство нужно. Большое искусство, оно интересно только тем, что оно важно вчера, сегодня, будет важно завтра. Все, что всеиминутно, оно тоже важно, потому что у людей разные потребности. Нужно пить, есть, дети, за ними надо следить, и детей надо рожать, их рожать. Ремонт? Ремонт надо делать. Ты же мне задал вопрос, держал меня ремонт. Ремонт сводил меня с ума. И когда я первый раз вышла в поле, вот руками, работе вешать, а это я больше всего люблю в выставках. Вот ты заранее собрал работы и так далее, я всегда беру побольше, да, я понимаю, что все будет возникать вот в эти несколько часов, когда ты ночью один с несколькими людьми ходишь и колдуешь, вот как бы направо, налево, два сантиметра выше, три левее. Вот руками ты это трогаешь, и у тебя токи идут. И я, по-моему, я уехала с полседьмого утра из музея, я первый раз все это время была счастлива. Вот один зал повесили, сегодня я сейчас пойду смотреть, второй. Но мне казалось, что встала. Я боялась, я смотрела на эти работы, стоящие у стен, я думала, я ничего не смогу сделать. И вдруг я поняла, что я, в общем, полтора года работала не зря, ведь никто не увидит, мне говорят, что изменится в музее. Ничего, но кто увидит, что мы крышу перебрали, а то, что никто не хотел делать крышу заново. Тут мы 46 тонн, неправильно изначально построенные, изгнившие крыши, спустили через одну точку во дворе, где нет проезда. Это отказывались делать все. И попав на жуликов, попав на людей, которые не справились, попав на гениальных людей, которые спасли, я кому объяснил, что у нас теперь крыша новая, и она не будет течь. Кому объяснить, сколько мы мог с полами прожили, что мы изобрели полимер, потому что мы начали делать наливные полы в условиях, когда лаккрасочная промышленность, промышленность она вся была импортная, ушла из России. И это было просто ужас. Отвлекало это? Да, потому что я как психолог, я, конечно, понимаю, что психотерапевт иногда помогает. Я больше верю в бихевиотерапию, вот только поведение, и только работа помогает. Потому что если ты сейчас не занят 24 на 24, то думать о том, что от тебя не зависит, это реально физиологически опасно. У тебя бывают такие состояния, как проваливаешься? А я что, не человек? I'm home inside. Ну, когда закрывает, что ты делаешь? Ну, во-первых, я кино смотрю. Я обожаю кино. Я живу в нем. Я наследники посмотрела недавно. Опа! Вот тут трудно жить. Ты знаешь, вот здесь ты меня спросишь, отчего труднее жить? От того, что происходит, или от того, что я 40 часов хорошего сериала посмотрела? Ну, вот я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что, читая и перечитывая Достоевского, ну, если ты нормальный человек, ты же все на себя примеряешь. Да? Раскольников убил старушку, но если ты нормальный человек, ты читаешь, это как, а я бы мог? Да, ты все-таки себя проверяешь. Диапазон наших возможностей и не я. Но все-таки у Достоевского есть свет, как у Эрика Булатова, а 40 часов наследников, которые показывают тебе то, чем не учат нам в культе эти психологии, вот человеческую природу, о том, что мы, в общем, беспредельно эгоистичны, и люди думают только о том, кто главный, да, и вот мирятся вот этими большими-меньшими диапазонами власти. И никто не думает о деле. Я-то вообще люблю очень конкретные и созданные вещи. Я люблю проект. Не слова, а проект. И ты после этого думаешь, а где же выход? А как же любить? Как любить самого себя? Потому что ты прежде всего к себе относишь это. И как любить других? А без любви ничего нельзя сделать. Поэтому накрывает тебя ужас только тогда, когда ты в ярости, потому что возлюбив лишнего, как самого себя, это остается. И в ступор тебя ставят именно это. Потому что внешний контекст. Ты понимаешь, вот здесь я могу, здесь я не могу. Это очевидно. как жить с проблемами человеческими. А дальше ты открываешь книгу и отчитать стало больше, безусловно. Кино смотреть. Надеюсь, что люди придут на выставку и видят, что это было актуальное искусство. В самом высоком смысле слова. Потому что оно навсегда. Оля, спасибо. И крутого, хорошего, радостного открытия тебе желаю. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok